МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». Об основных событиях этой среды вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Коротко о главном. Глава Чувашии обратился с ежегодным посланием к Государственному совету. Поощрение за труды студентам чебоксарских вузов вручили стипендии за особую творческую устремленность. Следуя вековым традициям, в Чувашском государственном художественном музее открылась уникальная выставка. Главный политический документ года. Глава Чувашии обратился с ежегодным посланием к Государственному совету. Михаил Игнатьев представил программу «Действие». Она определяет основные направления развития республики на ближайший год. Каким темам глава региона уделила особое внимание в нашем репортаже? Главное политическое событие года прошло в Театре оперы и балета. Крупнейшее культурное учреждение республики второй год принимает у себя в стенах политическую элиту Чувашии. Михаил Игнатьев обращается с посланием к Госсовету республики шестой год подряд. Большая часть документа была посвящена социальной сфере. Развитию здравоохранения, образования, института семьи. В 2016-й в Чувашии объявлен годом человека труда. Считаю, что это объединит всех жителей республики независимо от возраста, пола, социального статуса, политических взглядов. Идея проста. Только честный и вдохновенный труд приносит благо. Как материальные, так и духовные. Является способом самоутверждения и самовыражения. Михаил Игнатьев отметил, что с 2010 года бюджетные расходы на одного новорожденного ребенка в среднем увеличились в 2,6 раза. Такое внимание принесло свои результаты. В республике растет рождаемость, снизилась младенческая смертость. Поэтому показатели Чуваша лучшие в стране. Но успокаиваться не стоит, подчеркнул глава региона. Перед медиками республики стоит еще немало важных задач. Ставлю задачу перед Минздравом республики усовершенствовать систему проведения диспансерных обследований и максимально сократить временные затраты для пациентов без потери качества. Кроме того, ставлю задачу продолжить расширение сети медицинских учреждений. В ближайшие три года в районах республики необходимо построить еще 50 фельдшерских пунктов. А в городе Чебоксаве новые поликлиники. Для того, чтобы поликлиника оказывала хорошую медицинскую помощь, она должна быть не только доступна, она должна быть действительно качественной. Пациенты должны видеть комфортные условия. Поэтому практически все медицинские организации испытали вливание из республиканского бюджета в капитальный ремонт. В послании была затронута и тема социальной поддержки инвалидов, детей социально незащищенных групп. Михаил Игнатьев также отметил, что программа федерального материнского капитала продлена до конца 2018 года. Будет продолжена и программа республиканской помощи. С января 2016 года начал работать новый законопроект. Теперь семьи, которые воспитывают детей инвалидов, могут на эти средства установить у себя в квартире поручни, установить пандусы, приобрести, особенно для детей с ДЦП, специальные велосипеды для реабилитации и развития. Отрасль образования республики в наступившем году тоже должна продолжить поступательное и качественное развитие. Поручаю именно образование Чувашии подготовить предложение по учреждению премии главы Чувашской республики для педагогов, подготовивших победителей и призеров всероссийских и международных предметных олимпиад, а также олимпиад по профессиональному мастерству. И вклад в будущее наших детей переоценить невозможно. Послание, оно как раз и дает старт новым программам, новому этапу развития образования, модернизации образования в Чувашской республике, наверное, в каждом муниципалитете и даже в каждой школе отдельно. Что стоит участие Чувашской республики в российской, общероссийской программе строительства новых школ и реструктуризации новых школ для нашего района, для нашего муниципалитета? Это очень актуально на данный момент, и мы надеемся, что у нас будут возможности при наличии хороших результатов еще и создать с помощью Чувашской республики и Российской Федерации, понятно, хорошие, лучшие условия для образования и воспитания наших детей. Отдельный блок посланий был посвящен туристической отрасли, которая не может развиваться сама по себе. Нужна инфраструктура. Газификация за Волжье, реконструкция набережной Волги и Красной площади, развитие речного туризма позволят нам показать республику и город Чебоксары во всей красе россиянам и туристам из зарубежных стран. Михаил Игнатьев также поручил правительству разработать стратегию развития малого и среднего предпринимательства, активно работать по программе импортозамещения, выводить на новый уровень агропромышленный комплекс. Давайте сделаем все, чтобы результатами нашей работы могли гордиться наши дети и внуки. Я верю, что мои слова не канут в лету, а этот посыл станет главной установкой для каждого жителя Чувашской республики. В единстве наша сила. Уверен, у нас все получится. Спасибо. На заседании Кабинета министров республики озвучили бюджетный прогноз до 2030 года о том, что ждет Чувашию в отдаленной и не очень. В перспективе в нашем сюжете. Все расходы, которые можно отложить на следующий год, нужно отложить на следующий год. Нынешняя экономическая ситуация заставляет переначивать известную поговорку. Ситуация, конечно, очень серьезная. И общий объем доходов к уровню прошлого года, фактическому поступлению к уровню аналогичного периода прошлого года, составляет всего-то чуть более 60%. Но при этом мы обеспечиваем исполнение всех принятых обязательств. На сегодняшний день мы опять внедряем инструменты кризисного менеджмента. Начали мы контролировать уже все потоки по учреждению. У меня разговор был уже с некоторыми руководителями министерства, где допускаются расходы, на наш взгляд, можно которые придержать. Бюджетный прогноз до 2030 года предполагает два варианта развития событий. Наименее благоприятный и оптимистичный. По традиции при планировании за основу берут первый вариант. Согласно нему, по принципу строгой экономии, стране придется жить еще не один год. Однако на самое необходимое средства найдутся. Будет продолжено развитие образования, здравоохранения, культуру, спорта, обеспечен социальной поддержкой населения. Так же, как и сегодня, в числе приоритетных направлений будут сохранены расходы на развитие производственной инфраструктуры, в том числе сельского хозяйства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Что касается дорожного хозяйства, то средства, к примеру, на ремонт и содержание дорог есть. В этом году на это предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. Но эта статья затрат должна стать более прозрачной. Скажите, пожалуйста, что за дорога Калинина, Батрово, Яльчики? Это по участкам, отрезкам? Сколько я смотрю, замечаю, никогда или Яльчики, отдельная дорога от Калинина до Яльчики. Откуда, как доехать? Объясните, пожалуйста, и протяженность этой дороги. К сожалению, я не готов пока ответить на этот вопрос. Таких ответов быть не должно, продолжил глава Чуваш и вспомнил недавний случай в Липецкой области, где асфальт клали прямо в снег. Таких вопиющих фактов вообще не должно быть. И технологии, и инертные материалы должны использоваться строго, которые предусмотрены во проектно-следовательной документации. По всем СНИПам, по всем стандартам, по всем требованиям. Поэтому главный распределитель средств должен отслеживать все работы на территории Чувашской республики. Мы и лабораторию купили, мобильную, да, 5,5 миллиона рублей, чтобы заплатили. Качество работы должно проверяться, и после этого только оплачиваться в окончательном варианте. О контроле и эффективном управлении говорилось и в послании главы Чувашии госсовета. Сегодня он поручил правительству в течение месяца подготовить план мероприятий по выполнению поставленных в документе задач. Фонд развития гражданского общества представил итоговый за 2015 год выпуск рейтинга эффективности губернаторов. Основные факторы, определяющие динамику рейтинга, это оценка населением работы высших должностных лиц регионов, наличие коррупционных скандалов, их влияние на ход предвыборной кампании и другие. Михаил Игнатьев вошел в группу лидеров роста. По итогам 2015 года он разделил 40-ю и 41-ю позиции с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Улучшение позиции главы Чувашии связано с привлечением инвестиций в промышленность, налаживанием производства импортозамещающей продукции, открытием новых промышленных предприятий, усилением контроля о правительстве республики над потребительским рынком с целью сдерживания роста цен на социально значимые товары. Очень отрадно видеть позицию главы Чувашской республики на 40-й и 41-й позиции. Михаил Васильевич, собственно, сделал достаточно много, чтобы это было отмечено экспертами. Собственно, для республики действительно были приняты важные решения, и республика участвовала во многих программах. Я всегда отмечаю командный стиль работы главы, потому что у многих регионов не так слаженно получается реализовывать программы. Когда есть слаженная работа, тогда действительно успех не заставляет себя ждать. И мы видим, что Чувашия занимает 9-е место в национальном рейтинге по инвестклимату и привлекательности. И успех Чувашия отмечал лично президент Владимир Владимирович Путин. В эти дни в Чебоксарах проходят встречи представителей судостроительной отрасли с руководителями ряда республиканских предприятий, чей потенциал может быть востребован в этой сфере. Основная тема – импортозамещение. Сегодня с ними встретился Михаил Игнатьев. У судостроителей есть потребности, у предприятия Чувашия и других регионов – возможности. О том, как свести это воедино, в условиях санкции говорили в Чебоксарах. У нас 22-го числа было совещание. И ту работу, которую там определили, вы первыми получите некое предложение по освоению новой продукции, которая у нас там разработана. Ого, это тоже уже очень хороший, значимый шаг. Помимо желаний и возможностей работать в этой сфере, у чувашских промышленников есть опыт. Мы участвуем в поставках Санкт-Петербурга на Балтийский завод, на ледокол нового поколения, атомный ледокол нового поколения, распредустройством 6 кВт. Планируем подписать еще два контракта на следующие два ледокола. Но это еще малая толика, и здесь потенциал очень большой для продвижения на этот рынок. Нам надо, конечно, выходить смело. Если беремся, то надо выполнить. Участники встречи отметили судостроение, ниша перспективная. Даже в нынешней ситуации она обеспечена заказами. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил свидетельства о присуждении специальных стипендий. На них претендуют самые активные и талантливые молодежь. Торжественная церемония прошла в Доме правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Общественные активисты, актеры, спортсмены, журналисты, молодые преподаватели. На стипендию главы республики претендуют те, кто проявил себя в учебе и на своем рабочем месте. Чтобы получить заветное свидетельство, они проходят по-настоящему непростой конкурс. В этом году стипедиатами стали только 995 человек. На них необходимо равняться, отметил Михаил Игнатьев. Если взять общую цифру, 13 тысяч стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность у нас было учреждено. Ежегодно это в республиканском бюджете предусматривается. По государственным молодежным премиям Чувашки Республики, я могу сказать, за последние годы удостоены 120 молодых человек. Только в прошлом году была представлена 41 работа. Свою стипендию Константин Елисеев намерен потратить на дорогостоящий спортивный инвентарь. Студент четвертого курса увлекается легкой атлетикой, футболом и хоккеем. На счету юноши неоднократные победы на престижных чемпионатах. Выступаю за сборную Кооперативного института. Выиграем эстафеты. Также выезжаем за пределы Чувашской Республики. Ты утром занимаешься, вечером тренируешься. Поэтому учебном процессе никак не мешает. Некоторые стипендиаты свой талант демонстрировали прямо в зале Дома правительства. Студентка ЧГУ Дарья Бельтяева накануне встречи с главой республики сочинила стихи для новой песни. Много счастья впереди. Мы так молоды, нам все так впереди. Свидетельство из рук главы республики получили 22 студента. Ребята говорят, стипендия – это неплохой стимул двигаться вперед, к новым победам. Это не последняя церемония вручения свидетельств. К слову, стимпедиатом главы республики стала и моя коллега Ольга Пырочкина, ведущая этого информационного выпуска. Ольга, мы поздравляем тебя. Спасибо коллеге, и мы продолжаем выпуск. А накануне отмечали творческую молодежь столицы республики. Какое у страны будущее, можно судить по нынешним студентам. Их активность позволяет быть в центре самых интересных событий. В честь Дня российского студенчества состоялось чествование лауреатов конкурса «Мы – будущее города Чебоксары». Пока они студенты, им хочется попробовать все. Поработать волонтером, стать защитником животных, съездить в лагерь вожатым или открыть свой бизнес. Свободное от учебы время тоже надо проводить с пользой, считают будущие инженеры, врачи и учителя. Уверена, что город Чебоксары – это тот город, и Чувашская республика – это та республика, которая всегда поддержит тех, у кого есть замечательные проекты, интересные идеи, направленные на благо наших жителей, наших горожан. Конкурс «Мой – будущее города Чебоксары» проходил впервые, а заявок на участие было свыше 80. Соревновались не только студенческие, но и молодежные и социальные объединения и советы. Участники боролись за право называться лучшими в 16 номинациях. Победить сразу в трех удалось студентам Чувашского государственного университета. Лучший студсовет, интернет-ресурс и вожатский отряд. Если те профессора, что студента пучат, горем и кушкаляра, нас спец не замучат, если нас смерть не убьют, на хмельной пирушки обязательно приду, вам, друзья, подружки. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. Вся эта неделя проходит под знаком молодежи. В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий состоялся круглый стол на тему «Молодежь. Трудовой потенциал Чуваши». Год человека труда, считает Михаил Игнатьев, рабочим профессиям особое внимание. Производство нуждается в квалифицированных кадрах. И чем раньше происходит погружение в профессию, тем лучше. Сегодня на рынке труда эти специальности, эти профессии востребованы. То есть у вас в перспективе и даже во время уже производственной практики появляются возможности даже во время каникул подзарабатывать денежки. Вот я вижу сейчас девчат в форме студенческого отряда, да, по разным направлениям. Активно работает в республике Центр молодежных инициатив. С ними мы научились не только писать, но и реализовывать общественно значимые проекты. Вот. И такие республиканские конкурсы, например, как «Полюса успехов», один из долгожданных и всеми ожидаемых студентами конкурсов в году, где мы в этом году студсовет институт культуры стали победителями. Для того, чтобы разбираться в экономических и политических вопросах, необходим диалог с профессионалами. Например, в форме дебат-клуба считают студенты. При федеральных чиновниках и депутатах существуют подобные дискуссионные площадки. И мы бы хотели выйти с предложением о создании при молодежного дискуссионного клуба при главе Чувашской республики, в котором будут считаться не только дебаты, но еще и будут приходить представители общественности высказывать свою точку зрения, на те или иные вопросы, представители молодежи, представители экспертного сообщества по той или иной теме, ну и, конечно же, чиновники, которые ответственны за те или иные направления деятельности. Михаил Игнатьев вручил студентам техникума свидетельство о назначении специальной стипендии главы Чувашской республики. Студент второго курса по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Я очень рад, что поступил в этот техникум. Эту специальность я также выбрал по причине ее востребовательности на рынке труда и прибыльности. Очень надеюсь стать специалистом своего дела. Два года лишения свободы в колонии строгого режима. К такому наказанию ленинский район и суд города Чебоксары приговорил двух жителей столицы Чувашия за вымогательство. У ФСБ России по Чувашии и Ленинским районным судом в ходе расследований установлено, что еще в конце 2014 года Кирилл Викторов и Александр Белов под видом посредников предложили жительнице города Чебоксары решить вопрос о прекращении уголовного преследования ее брата. Свои труды обвиняемые оценили в 700 тысяч рублей. В течение 2015 года злоумышленники по частям получили от горожанки 520 тысяч рублей. Прошлым летом при получении очередной части взятки Викторов задержали сотрудники УФСБ. Затем смогли установить и причастность Белова к преступлению. На самом же деле ни Викторов, ни Белов на решение уголовного вопроса брата потерпевшей повлиять не могли. В ходе следствия обвиняемые вернули все средства, похищенные у жительницы столицы Чувашия, пока приговор суда еще не вступил в законную силу. Состоялась презентация первой серии нашумевшего еще до премьеры фильма «Битва за новоюшку». Это новый проект местных производителей кино и телефильмов. На премьерном показе зрительный зал кинотеатра заполнился до отказа, а такой интерес к картине вполне объясним. Все эпизоды картины снимались в Чебоксарах. Причем исполнители главных ролей выбрали из числа обычных горожан. Сюжет фильма закручен вокруг молодых девушек, каждый из которых вынужден объявить войну криминалу, чтобы защитить своих близких. Съемки растянулись на полгода, а немало времени ушло на создание спецэффектов. Авторы отмечают, что свой сериал они снимают в основном для молодежной аудитории. Первая серия будет размещена в интернете, а в ближайшее время начнутся съемки и других эпизодов. Презентовать их планируют также на большом экране. Фильм делали от души, на самом деле, для нашего города. Фильм имеет свою планку. Это все-таки республиканский и городской уровень. Вообще, города Чебоксара и республики Чуваши. Поэтому не нужно думать, что это какой-то голливудский блокбастер. Мы сняли своими силами тот фильм, который мы сегодня увидим. А есть, как говорится, определенный финансовый лимит денег на производство, на подготовку. И поэтому, с учетом того, что у нас было, мы сделали первый молодежный сериал. Феофан Грек, Данил Черный, Андрей Рублев. Эти великие мастера иконописи творили столетия назад. Последние десятилетия к этому направлению вновь появился интерес. Подтверждение тому уникальная выставка, которая открылась в Чувашском государственном художественном музее. Знакомиться с прекрасным отправилась Юлия Важенина. Следуя вековым традициям, именно так называется выставка Мастерской церковной исторической живописи Санкт-Петербургского академического института живописи, культуры и архитектуры имени Репина. Это для Чувашии, наверное, огромное событие, которое за последнее время. Именно для культуры нашей, для нашего православного мира и вообще для национальной культуры. Здесь выставка представлена, на этой выставке представлены работы выпускников Академии художеств, церковной исторической мастерской. На этой выставке представлены дипломные работы, курсовые работы, копии фресок, проекты. То есть то, что касается в основном росписи храмов. Тщательное изучение истории церковного искусства, знакомство с храмами, практические уроки в них. Вот важнейшие принципы обучения, которым следуют педагоги. Студенты вуза имеют возможность обучаться на примерах классической живописи в музеях Петербурга, о русском эрмитаже в музее самой Академии. Техника витража, мозаики, фрески древние мастера знали в этом толк. Ведь в оформлении церквей, создании интерьеров существует своя каноническая система размещения библейских сюжетов. Всего на выставке представлено более 50 работ. Среди них есть произведения и наших земляков. Я заканчивал художественное училище в Чебоксарах, тут еще учился. И у него набрал базу такую, которая мне позволила поступить туда уже. Тут у нас очень много замечательных художников. Если чем-то заниматься, то хочется делать что-то хорошо. А если взять изобразительное искусство, то я думаю, что самое высокое, связанное с ростом всех храмов, это самая суть бить в искусстве. Если ты, например, рисуешь что-то, то ты всегда служишь каким-то силам, либо этим, либо тем. И если чем-то заниматься, то, наверное, хочется заниматься высоким искусством. Антон мечтает создать музей фресок в России. Он считает, что надо искать любые пути сохранения великих произведений иконописи. Характеризую выпускников Чебоксарского художественного училища как самых профессионально и морально подготовленных, самых дисциплинированных, самых ответственных. И это не комплимент гостя, хозяину. Это вполне ответственные слова. Это опора моей мастерской. Передвижная выставка, следуя вековым традициям, уже побывала в Череповце и Новочебоксарске. А из Чебоксара прямиком направятся во Владимиро-Суздальский музей и Перемь. Хранители этого уникального вида искусства живут во всех уголках России. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. У камерного оркестра Чувашской государственной филармонии немало друзей. Известные российские музыканты любят приезжать в столицу республики, чтобы сыграть совместные концерты. В одном из них участвовал ряд международных конкурсов, номинант премии Грэмми Эвордс, альтист Даниил Гришин. Классическое искусство живо во все времена. На него не влияют модные течения, периодически появляющиеся в музыке. Альт – самый старший инструмент среди смычковых. Он больше скрипки, голос его глубже и объемнее. Даниил Гришин – альтист почти с 30-летним стажем. За его плечами победа в российских и международных конкурсах. Работа с лучшими ансамблями мира. Но при этом он с удовольствием гастролирует по всей России, а в Чебоксарах он уже во второй раз. Мы разные все. Мы занимаемся просто своим любимым делом. С помощью классической музыки мы зарабатываем себе на жизнь, радуем людей. Вот и все. Мы все разные. Кто-то несколько брутален, кто-то утончен, кто-то тихий, кто-то, наоборот, очень открытый, кто-то предпочитает слушать дома только джаз, кто-то вообще не слушает музыку дома, потому что ей так хватает в жизни, кто-то слушает много рок-музыки. Мы разные. У таких концертов есть свои поклонники, когда еще появится шанс услышать, как играет мастер. Наши музыканты с удовольствием работают с такими гостями, ведь это возможность научиться чему-то новому. И зачастую бывает так, что после первого выступления в Чебоксарах музыканты с международным именем возвращаются, но уже с новыми программами. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика. Определились победители муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги. В Чебоксарах в матчах Кэсбаскета участвовали почти 100 городских команд юношей и девушек. Лучших из них на церемонии награждения поздравляли чебоксарские ястребы. Подробнее в следующем сюжете. Чуваши традиционно принимают участие в соревнованиях школьной баскетбольной лиги. В этом сезоне на чемпионат Кэсбаскет заявлено 62 региона страны. Пока соревнования проходят на региональном уровне. На днях в Чебоксарах завершился муниципальный этап. Это самый значимый проект, которым участвует Федерация баскетбола Чувашской Республики совместно с администрацией города Чебоксары. У нас приняло участие 48 школ городских. Это 96 команд среди мальчиков и девочек. Конечно, активность среди мальчиков больше, чем среди девочек. Я думаю, на следующий год ситуация изменится. А вообще у нас в Чувашской Республике всего участвовало в этом году 298 команд. Как и в прошлом году, победителями турнира среди юношеских команд стали баскетболисты третьего лицея. Представители этого учебного заведения ежегодно показывают достойный результат. Шесть лет назад, в сезоне 2009-2010 годов, предшественники нынешних игроков стали победителями суперфинала чемпионата школьной баскетбольной лиги. Ребята наградили поездкой во Францию. Их достижения до сих пор не смогла повторить ни одна команда школьной лиги республики. Мы ожидали выиграть в этом году. Мы очень учетно готовились, каждую тренировку посещали и также посещали каждую игру наших чебоксарских ястребов. Второе место в региональном этапе школьной баскетбольной лиги заняла команда школы номер 20. Третье – представители второй гимназии. Традиционно в лидерах и команда девушек третьего лицея. В этом году они на втором месте. Далее за ними расположилась школа номер 45. А победителями стали ученицы 40-й школы. Конечно, мы не ожидали. Это впервые. Мы, конечно, пришли сюда с победой, но мы не ожидали первого места вообще никаким образом. Нам очень сложно было дойти до этого. 40-я школа наша обычно никогда не поднималась так высоко. Но вот, мы смогли. Поздравить и наградить лучшие команды школьной баскетбольной лиги муниципального этапа нынешнего сезона пришли чебоксарские ястребы. За чебоксарскими ястребами мы следим каждый день за их победами, за их играми. Ходим на их игры в ЧГПУ наше. Да, переживаем очень, волнуемся, болеем. Любим нашу ястребу. Слежу за играми периодически. Пару раз даже ходил на игры. Ну, интересуюсь, считаем. Там, периодически, в группу ВКонтакте захожу. Жалко, что у нас Никифоров, да, ушел. 32-й номер. Отличительная черта соревнований КС Баскета заключается в том, что участвуют в нем только школьники и только любители. Представителей детско-юношеской лиги здесь нет, что способствует массовой популяризации баскетбола. Я очень рад, что в Чувашии развивается баскетбол и то, что такое большое количество мальчиков, девочек занимаются этим видом спорта. Надеюсь их увидеть на наших играх. Будем очень рады их видеть. Приходите на наши игры. Следующие игры состоятся в феврале. Будет приедет команда с Петербурга и Сирославля. Нам нужна ваша поддержка. В свою очередь команды школьной баскетбольной лиги приглашают ястребов на финал КС Баскета Чувашии. 8 февраля в ФСК Мариинский. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Это все новости выпуск. И я напоминаю, сразу после прогноза погоды смотрите программу «По существу». Завтра в Москве в Общественной палате России пройдет презентация Чувашской Республики. В ней примет участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Там работает наша творческая группа. А сегодня мы беседуем с председателем Общественной палаты Чуваши Алексеем Судленковым. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...